Посадка чеснока осенью под зиму чаще осуществляется с помощью зубков. Но если вы омолаживаете сорт или хотите избавиться от болезней этой культуры, то лучше воспользоваться бульбочками. Это семена, собранные летом из раскрывшихся стрелок. Чтобы получить качественный урожай, нужно внимательно отнестись к выбору места посадки. Лучше выбирать солнечную часть огорода на возвышенности. Это защитит посадки весной от затопления. Чтобы чеснок получал все необходимые питательные вещества и не страдал от болезней, выбирайте для него грядки после сбора тыквы, кабачков, огурцов или томатов, бобовых и ранней капусты. А вот после лука, моркови, картофеля или редиса сажать чеснок не стоит. Подготовка почвы к высадке зимнего чеснока начинается заранее. Почву перед посадкой нужно обогатить питательными веществами и обеззаразить ее от вредителей и грибковых инфекций. Для обеззараживания обработайте землю 1% раствором медного купороса. Это 100 грамм медного купороса, растворяем в 10 литрах воды. Полученным раствором при помощи лейки проливаем всю площадь грядки. Затем прикройте грядку пленкой на несколько дней. В конце августа или начале сентября необходимо удобрить почву. На каждый квадратный метр площади вносит 10 килограммов перегноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы, 2 столовые ложки сульфата калия и 1 столовую ложку суперфосфата. Равномерно распределив на почве все компоненты, ее нужно вскопать. Глубина вскапывания должна составлять не менее 20 сантиметров. Сроки посадки озимого чеснока будут зависеть от погодных условий в регионе. Обычно это с середины сентября, а точнее за 2-3 недели до устойчивых заморозков. Для посадки лучше всего выбирать зубки из самых крупных головок, в которых по 5-6 зубчиков. Крупные зубки могут повлиять на размеры зубчиков будущего урожая. Зубчики должны иметь целостную оболочку, без повреждений и трещин. Перед посадкой чеснок необходимо обеззаразить. Для этого зубчики на пару часов можно опустить в раствор марганцовки розового цвета. Или замочить на 2 часа в растворе медного купороса. 30 грамм медного купороса на 10 литров воды. Или выдержать 2-3 минуты в растворе соли. 6 столовых ложек на ведро воды. Обработанные таким образом зубки можно считать готовым к подзимней посадке. Если давно не было дождей и земля сухая, то до высадки чеснока почву необходимо полить. На подготовленной заранее грядке намечаем место посадки озимого чеснока. Для этого делаем в земле лунки на расстоянии 20-30 см друг от друга, глубиной до 5 см, а расстояние между зубками 7-10 см. После посадки грядки засыпают грунтом и уплотняют, а затем мульчируют. Оптимальный слой мульчи около 10 см. Для мульчирования лучше всего использовать торф, хвойные иголки или лапник или опавшую листву. При наступлении сильных холодов грядки можно утеплить укрывным материалом. Между рядами чеснока можно посеять сидираты овес, фацелию или белую горчицу. Сидираты оставляем на зиму, не косим. Они задерживают зимой на грядках снег и своей зеленью прикрывают чеснок от морозов. Такой чеснок весной раньше тронется в роз. Правильно выращенный озимый чеснок вырастает с плотной жесткой чешуей с крупными головками. Всем удачи и мирного неба!